Это видео о фестивале пошаговых ролевых игр в Steam, о проектах, в которых нужно мыслить стратегически и развиваться ход за ходом. Пушистого всем дня, это Тая. И не забывайте поддерживать канал лайками, комментариями и подпиской. Поехали! Начну с бонусов, которые можно получить абсолютно бесплатно. На странице фестиваля нужно нажать на подарки в магазине предметов за очки. Здесь можно получить анимированный стикер, анимированный аватар и рамку для аватара. Ссылка на подарки есть в описании. А теперь переходим к играм с хорошими отзывами и приятными скидками. Jagged Alliance 3. Это тактическая игра, по сюжету которой в стране Гранд Чиена пропадает президент. И к власти приходит военная группировка Легион. Нам предстоит взять командование отрядом наемников, которые должны навести порядок и спасти мирных жителей от тирании. Мы будем нанимать бойцов, улучшать их навыки и снаряжение, а также планировать свои дальнейшие действия на карте мира. Да, без глобальной карты и стратегического подхода дело не обойдется. Главной особенностью игры является пошаговый бой с реалистичным подходом и высоким уровнем контроля, которым славится эта серия. Черная книга. Это слияние карточной РПГ и классической приключенческой игры. Главная героиня истории – молодая ведьма Василиса, борющаяся за спасение своего погибшего возлюбленного. Нам предстоит погрузиться в загадочный мир русских сказок и раскрыть тайны, скрывающиеся во тьме. Мы будем путешествовать по деревням и селам, помогать отчаявшимся крестьянам, изгонять бесов, а также собирать заклинания и открывать новые умения Василисы, чтобы и дальше побеждать нечистую силу. Songs of Conquest – это пошаговая приключенческая стратегия в оутскульном пиксельном стиле Героев Меча и Магии 3. Это классика 90-х, и именно третья часть стала культовой и до сих пор любима многими. Нам предстоит путешествовать по карте, под предводительством сильных героев сражаться с врагами, собирать могущественные артефакты и построить свою империю, грамотно распределяя ресурсы и расширяя границы территорий. А барды будут воспевать наш путь к славе. The Banner Saga Это эпическая ролевая игра о викингах, повествующая драматическую историю о противостоянии. С одной стороны – люди и рогатые гиганты Варлы, с другой – раса Дреджей, стремящаяся уничтожить все на своем пути. Нам предстоит собрать союзников и отправиться в путешествие со своим караваном по удивительному, но опасному маршруту. Нам придется тщательно выбирать тех, кто будет помогать нам преодолевать новые опасности, угрожающие всей цивилизации. Каждое решение, принятое в путешествии, каждый разговор и битва заметно повлияют на то, как складывается наша история. Выживут не все, но павшие станут легендами. Кстати, когда мы пройдем эту игру, наш прогресс будет перенесен во вторую часть, в которой нам вновь предстоит вести караван в безопасное место. Вот только не совсем ясно, где это безопасное место находится. Кажется, что чудовищная орда заполонила весь мир. The Banner Saga 2 не только непосредственно продолжает историю первой части. Не изменился и геймплей. Нам снова предстоит управлять караваном, заниматься менеджментом скудного запаса ресурсов и постоянно решать все новые и новые проблемы. Море звезд. Эта аутскульная NGRPG с пошаговыми боями повествует о двух подростках, которые должны объединить силы Луны и Солнца, чтобы создать магию затмения и остановить злобного алхимика. Нам предстоит решать головоломки и участвовать в тактических боях, в которых мы сможем сражаться от рядом до шести персонажей. Одной из особенностей моря звезд является свободное исследование мира. Мы будем плавать в озерах, нырять в глубины и карабкаться на возвышение. Помимо этого, нас ожидают интересные сюжетные повороты и множество забавных персонажей. Wilder Myth. В этой игре мы возглавим группу героев и будем наблюдать, как из обычных фермеров они превращаются в легендарных воинов. Мы сразимся с монстрами, вторгшимися в сказочное королевство. Будем странствовать, решать моральные дилеммы и постоянно попадать в интересные ситуации, генерируемые случайным образом. Перемещаясь по карте, мы сможем добывать необходимые ресурсы, расширять безопасную территорию, побеждая монстров и даже заниматься стройкой. Бои в Wilder Myth предполагают тщательное планирование. Взаимодействие с элементами окружения и атака с флангов дают преимущество, а использование чар позволяет менять поле сражения. А благодаря процедурной генерации, каждое новое прохождение станет уникальной историей. Warhammer 40 000. Вольный торговец. В этой ролевой игре нас ожидает космическое путешествие по разным планетам. Мы сыграем за вольного торговца, наследника древней династии каперов, правящих своей империей. Нам предстоит собрать собственную команду, исследовать мир и космос на своем гигантском космическом корабле, а также сражаться с противниками в пошаговых боях. В битвах мы сможем использовать всевозможные укрытия и навыки своего персонажа, а также улучшать и прокачивать корабль, чтобы противостоять вражеским звездолетам. Нам предстоит принимать серьезные решения, меняя игровой мир и тех, кто его населяет. Expeditions. Ром. В этой игре нам предстоит решить судьбу Рима, покоряя чужие земли и распутывая политические интриги. Главный герой – юный легат, отца которого убили в результате заговора. Опасаясь за жизнь сына, мать отправила его к высокопоставленному другу семьи, который в это время занимался наведением порядка в греческих провинциях. И вскоре именно наш герой становится ответственным за этот поход. Во главе легиона мы пройдем три военные кампании – в Греции, Северной Африке и Галии. Будем нанимать легионеров, улучшать лагерь, завоевывать земли, использовать ресурсы и защищать свои территории, прокладывая путь к победе в пошаговых боях. Подземелье Нейльбюк. Амулет Хаоса. В этой юмористической игре мы возглавим отряд приключенцев, которые в поисках наживы отправляются в большое подземелье. Они нескладные, неопытные и немного склочные, но им придется терпеть друг друга, чтобы добраться до главного сокровища – драгоценной статуэтки. Практически сразу в подземелье наши герои встречают гоблинов, которые сулят им много золота, но по итогу оставляют их с каким-то могущественным амулетом, но он оказывается проклят. Персонаж, взявший его в руки, тут же куда-то телепортируется или превращается в свою злобную копию. Поэтому поначалу нам придется сражаться с некоторыми своими товарищами, которые будут кидаться на нас кулаками. В остальное время мы будем исследовать огромное подземелье, разгадывать смертоносные загадки, уворачиваться от ловушек и сражаться с противниками в пошаговых битвах. Darkest Dungeon. В этой мрачной игре нам предстоит собрать, обучить и возглавить команду героев. Мы проделаем долгий путь через жуткие леса, опустевшие заповедники, обрушенные склепы и другие опасные места. Нас ждут пошаговые сражения с жуткими существами, возможность лечить и прокачивать героев в городе, а также негативные состояния, которые могут сильно повлиять на игру. Darkest Dungeon – это эталонный пошаговый рогалик с большим количеством случайных событий, жестоких боев, эмоций от боли из-за потери своего героя до радости от долгожданной победы, тяжелой, хардкорной. Но ведь именно за это мы и любим эту игру, верно? Такой список пошаговых ролевых игр получился у нас. Тайм-коды и ссылки есть в описании. У микрофона была Тая. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok